Здравствуйте, друзья! Сегодня нам согласилась дать интервью успешный блогер Яна Берген, у которой очень информативный и полезный блог как на ютубе, так и страничка в инстаграм для всех желающих, интересующих иммиграция в Португалию. А после года какая ставка по налогообложению? После года получается такая история, что если ты в год предоставляешь услуг больше чем на 12,5 тысяч евро, то есть да, там идет ставка процентная, то есть здесь такая система, что чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты как бы плачешь налогов. Конкретно я про это не скажу, какие там конкретные налоги, но как бы большинство людей, у которых открыто индивидуальное предпринимательство, они, конечно, стараются уложиться в эти 12,5 тысяч евро, то есть это реально можно сделать, если, конечно, ты, потому что ты сам регулируешь, какие чеки выписывать, какие чеки не выписывать, то есть это все регулируется именно тобой, и ты можешь проконтролировать, сколько денег там тебе нужно еще до 12,5 тысяч, чтобы не выйти за этот предел. И вот, собственно, если ты не выходишь за предел 12,5 тысяч после года уже бизнеса, открытия, ты уплачиваешь около 20 евро, 30 евро, то есть там вот очень-очень маленькая сумма, то есть это не сравнится вообще в месяц, да-да-да, это не сравнится вообще там с другими какими-то компаниями. То есть, да, большинство людей именно конкретно открывают ресивы верды, вот индивидуальное предпринимательство, потому что маленький налог, и ты можешь сам контролировать всю эту систему. Тебе не нужен бухгалтер для того, чтобы все это отчетно сделать, потому что это делается все очень легко и онлайн. Вот смотри, ты говоришь, что они перешли на онлайн-систему, то есть получается, я, допустим, как гражданин РФ могу дистанционно открыть себе бизнес в Португалии, да, мне не нужно физического присутствия на территории Португалии, правильно же, я понимаю? Там такая история, что когда мы открываем бизнес, да, фактически ты можешь это сделать, но есть ли у тебя есть первичные португальские документы? Все-таки первичные документы – это номер налогового, так, налоговый номер, потом номер, по-моему, социального страхования, я не уверена, что нужен, но вот именно нужен налоговый номер, что ты являешься, как бы, так скажем, налоговым резидентом. Точно так же, как у нас в России, это, как же он, ННН, грубо говоря, точно такой же ты должна иметь здесь, он называется НИФ, вот, и только с этим номером ты можешь открыть, так как этот номер ты точно так же будешь онлайн выносить в свою форму регистрации. Может ли доверенное лицо на территории Португалии открыть мне этот ИНН, НИФ? Да, НИФ, я думаю, что, как, я не уверена в том, что это возможно, но я думаю, что он вполне может быть поручителем, он вполне может быть поручителем, то есть есть такая, есть такой момент, что впервые, когда ты получаешь этот номер НИФ, ИНН, не имея вообще ни резиденции, ничего, когда ты только сюда приехал, действительно, они вносят в этот документ поручителя, то есть тебе нужен человек, который за тебя поручится. Я думаю, что это возможно сделать дистанционно, потому что, вот, если брать, например, легализацию по золотой визе, то есть большинство людей, кто по золотой визе покупает здесь недвижимость, они как раз-таки делают это дистанционно, и они оформляют этот документ именно через поручителя. Если это возможно в варианте золотой визы, то наверняка это и возможно в варианте открытия бизнеса, то есть как бы тут, по идее, разницы-то в этом моменте никакой нет. Значит, да, ну, да, логическим путем. Стричный вопрос, да, возникли ли у тебя какие-то сложности с открытием банковского счета, потому что сделать это дистанционно практически невозможно. Да, по поводу банковского счета. Действительно, когда я пришла получать, захотела, да, открыть банковский счет, я пришла, они реально, если у тебя нет карточки резидента, они просят у тебя очень большое количество документов, они просят у тебя контракт на квартиру, в которой ты живешь, они просят даже счета, которые тебе приходят за свет и за воду, чтобы реально как бы было видно, что ты живешь в этой квартире, что они приходят на твое имя. Они просят рабочий контракт, они просят, естественно, паспорт и так далее, то есть они просят максимальное количество документов, которые подтверждают то, что ты здесь живешь. Если у тебя как бы нет какого-то там из пунктиков, то реально тебе могут в этом отказать. Ну, да, как бы у меня сложности не возникло из-за того, что у меня были все эти документы, но если чего-то не хватает, то да, да, банковский счет открыть, ну, не получится, нужно заморочиться, да, в этом плане. Поняла. Значит, так, ты открыла, получается, свой салон красоты, да, по свадебным услугам. Так скажем, да, у меня... Так, тут такая сложная ситуация, так скажем. У меня открыто индивидуальное предпринимательство, я оказываю свадебные услуги и услуги эстетики. У меня был открыт салон, но сейчас я его... Я не закрыла, то есть у меня точно так же продолжает работать ИП. Просто я перешла в другое место, и я занимаюсь арендой именно, ну, так скажем, половины салона, грубо говоря, да. То есть у меня не полностью весь салон мой, а половину салона я ее арендую как бы на свой... Как сказать? То есть занимаюсь своим бизнесом только в масштабе от другого, как бы не своего салона красоты, а чужого, грубо говоря, салона красоты. Но люди приходят именно конкретно на мои услуги, я принимаю точно так же там своих клиентов и так далее. Расскажу причину, почему я так сделала. Закрыла все-таки как бы, да, свой салон. Здесь очень сложно найти недвижимость, помещения на аренду, на продажу, квартиры. То есть с этим реально вот это вот огромный минус именно Португалии и именно туристического региона, да. Переходим к минусам жизни и бизнеса. Здесь сложно найти либо очень высокие цены, что совершенно не оправдано, плохие ремонты, плохие канализации, там провода. То есть это все нужно ремонтировать, и люди не хотят цену сбивать. Это просто напросто нерентабельно. Реально брать себе, снимать помещение за там 3000 евро и работать просто там на аренду и на какую-то там зарплату минимальную. Это нереально. Лучше найти более подходящие варианты. Это субаренды, возможно, либо работать на выезды, например, что это тоже очень актуально здесь, так как люди, очень многие здесь живут в домах, они не хотят из них выезжать, и они хотят, чтобы приехали к ним, да, предоставили какие-то услуги. Либо там выезжать в отель и точно так же к невестам. Поэтому проще сделать, ну, взять в субаренду какие-то помещения, какое-то помещение и уже присматриваться там как более подходящим вариантом. Вдруг там какой-нибудь, там, я не знаю, выскочить на рынок какое-нибудь классное помещение дешевое с хорошим ремонтом. То есть я всегда мониторю, я всегда в процессе, и эта идея фикс у меня в голове, потому что, ну, есть вот, говорю, несколько моментов. Еще очень большие депозиты. Когда ты снимаешь помещение, просят большие депозиты, залоги, оформляют огромные контракты долгосрочные, то есть потом сложно от этого всего отвязаться, нужно реально это все очень хорошо взвесить, потому что просто так от этого потом уйти невозможно. Скажи, пожалуйста, государство как-нибудь, ну, датирует бизнес, помогает, может, какие-то льготы иностранцам? Ну, да, преимущество, это отсрочка на год, да, от налогообложения, ну, может быть, как-то еще какими-то способами помогает. Ну, я могу сказать только вот, исходя, да, из того, что это отсрочка на год, и при ковид, в ковидное время, вот именно когда был карантин и так далее, государство оплачивало индивидуальным предпринимателям, платило пособие, оно было небольшое, что-то там в пределах 300 евро, но тем не менее это хотя бы какие-то деньги, то есть государство реально не понимало, что люди не могут осуществлять предпринимательскую деятельность и давало им вот именно вот это пособие. Что касаемо льгот, там, я не знаю, там, типа бесплатного проезда и так далее, то есть такого ничего нет, даже наоборот, здесь немножко, например, с индивидуальным предпринимательством, да, вот тут все друг за друга цепляется, как я говорила, если ты показываешь маленький доход от своего индивидуального предпринимательства, потом будет сложнее получить какие-то кредиты, ипотеки, то есть взять, ну, то есть вот именно вот эти моменты, это делается все сложнее, чем больше ты показываешь денег, чем ты больше готов платить государству, тем больше государство идет тебе навстречу и дает тебе вот эти вот плюшки, то есть как бы тут все на этом завязано, так скажем, тут нужно выбирать весы-весы, да. Скажи, пожалуйста, вот открытие бизнеса, да, какой ориентировочный прайс у тебя был затрачен, да, на открытие, и какие у тебя сроки открытия бизнеса были? Как долго это все делалось и в какую копеечку тебе это встало? Да, открытие бизнеса в Португалии не стоит нисколько, то есть это совершенно бесплатная услуга, то есть ты приходишь и там за пять минут открываешь, либо онлайн открываешь за пять минут, это не стоит нисколько, это просто, ну, как бы совершенно бесплатно. Другой момент того, как долго я вообще все это делала, как я долго к этому шла, то есть, как я уже говорила, что мы выбрали путь легализации по рабочему контракту, да, то есть мы сделали туристическую визу и устроились на работу, и подали документы на легализацию, исходя из того, что мы работаем на кого-то. Конечно, как начался ковид и так далее, началась здесь полная мешанина, все это перемешалось, и в итоге можно было поступить таким образом, что быстренько закрыть все контракты рабочие и уже открыть индивидуальное предпринимательство, и уже с этими документами прийти на легализацию. То есть это все как бы объединили, так как все это перемешалось и долго длилось. И поэтому, как только можно было мне уволиться, как только начался ковид, я уволилась и уже открыла индивидуальное предпринимательство, и с этим индивидуальным предпринимательством как бы получила резиденцию. То есть реально можно получить резиденцию с индивидуальным предпринимательством. Сейчас объединили эти статьи, что касаемо тоже плюсов ковида, плюсов карантина, то есть раньше это было две отдельные статьи легализации, а сейчас можно приехать, открыть индивидуальное предпринимательство, начать уже отказаться от бесплатного года, то есть ты отказываешься, но точно так же делать до 12,5 тысяч евро в год, то есть также по 20-30 евро, грубо говоря, платить в месяц. И вот с тем, что дано, прийти и попросить себе резиденцию, и они согласятся это сделать, потому что ты все равно какие-то налоги, но оплачиваешь стране, то есть как бы вот в этом плюс, раньше так сделать было нельзя. Если вне ковида, на рассмотрение дела сколько уходит по времени, да, на открытие ИП, вот ты подал документы, сколько должно пройти, чтобы дали добро? Нисколько, сразу же, моментально. Сразу? Да? Все, я еду в Португалию. Бесплатное открытие бизнеса, год не платишь налоги. Какой базовый пакет документов потребовали на открытие ИП? Базовый пакет документов, если я не ошибаюсь, у меня открывал ИП мне муж дома за компьютером, то есть вот так вот сидел, и он мне просто говорит, скажи свой НИФ, то есть скажи свой налоговый номер. Я ему сказала свой налоговый номер, он его ввел, ввел мою фамилию, имя, код моей деятельности, чем я буду заниматься, место, где я зарегистрирована здесь, это то есть где я живу, да, в моей квартире, все. То есть, ну как бы все, больше ничего не нужно. По идее, это очень легко, это может сделать каждый человек, у которого есть налоговый номер. В общем, ребят, очень упрощенное открытие бизнеса и вообще легализации, да, не все страны позволяют легализоваться. Считается, что в Португалии самая легкая система получения вида на жительство, самая легкая, потому что действительно это очень легко, нету никаких проблем, единственное, что этого лакита именно с бюрократией, что это долго получается именно получение вида на жительство. Но что касаемо открытия бизнеса, это вот ровно кликнул кнопку, все, ТИП, все, ну то есть это не нужно ничего ждать, никаких подтверждений и так далее. Ну расскажи все-таки о минусах в Португалии, это все плюсы-плюсы, все-таки подводные камни, я думаю, есть. Так, сейчас я тут даже себе на листочек выписываю. Так, вот, что касаемо минусов Португалии, да, что касаемо вообще бизнеса и минусов в плане бизнеса. То есть здесь, когда ты первично сюда приезжаешь, думаешь, блин, тут нету ничего, сейчас я открою 10 предприятий и буду делать деньги, как говорится. Но далеко не все нужно португальцам, у них такой менталитет, они вообще довольствуются малым. То есть реально то, что там есть в России, там в Украине и в других странах, сервис и так далее, то есть мы к этому привыкли, мы думаем, как, без этого вообще жить невозможно. Там, я не знаю, элементарная сервировка блюд, там, я не знаю, какая-то отдельная коктейльная карта там в ресторанах, ну это просто, да, я как пример говорю. А тут ты приходишь, тебе приносят еду на железных подносах, грубо говоря, там картошка фри. И ты думаешь, блин, а где сервис? И тут же человек стоит, официант, смотрит футбол по телеку, ему вообще на тебя по большому счету все равно. И поэтому ты думаешь, так, все, я приеду, открою ресторан, вообще классно, там будет сервис. Но далеко не всем людям это нужно, особенно португальцам. Да, если этот ресторан будет нацелен на туристов, которые к этому сервису привыкли и хотят это получить, они к тебе пойдут. Но португальцев ты уже не заманишь, так как они все-таки такие более традиционные, они любят эту вот свою кухню и так далее. Это я, например, ресторан. Что? Они, наверное, просто люди попроще. Попроще, они попроще, да, такие, они без сильных запросов, так скажем. Вот, вот что касаемо бизнеса, да, что ты не всегда, что ты себе придумал, и тебе кажется, что это очень сильно надо, и это зайдет, что это действительно может выстрелить. То есть, тем более сейчас очень такая меняющаяся обстановка, и непонятно, что как бы пойдет, что тебе казалось, что вообще это никому не нужно. В итоге люди здесь открывают какие-то предприятия, и реально это пользуется спросом, очень быстро выстреливает и развивается. Ян, тебе большое спасибо за сегодняшнее интервью, да, ты дала очень много полезной информации для всех эмигрирующих. Эмигрирующих, я думаю, все заинтересуются открытием бизнеса в Португалии, потому что это весьма упрощенно, да, и напоследок бы хотелось послышать от тебя совет, который бы ты дала эмигрирующим перед эмиграцией в Португалию, да, на что им, вот, чем им придется столкнуться, на что им рассчитывать? Ну, вообще, такой основной совет, который бы я дала, это нужно сначала приехать в страну и пожить 2-3 месяца здесь, не переезжая полностью, но уже и не быть туристом, то есть реально снять какое-то жилье и попробовать внедриться вот в эту вот всю культуру, вообще в португальское общество. И понять, будет ли тебе комфортно здесь жить, открывать бизнес и вообще надо ли оно тебе в принципе, потому что, конечно, очень много людей все бросают, приезжают, а потом начинаются сомнения. Все-таки нужно сделать такую демо-версию, грубо говоря, приехать, вообще понять все и уже для себя решить, то есть это, наверное, такой один большой, такой фундаментальный основной совет. Ну, дальше уже поймешь, если твое, то все будет классно, если нет, то надо либо что-то другое искать, другую страну, либо уже никуда не ехать. Все-таки Португалия, это, да, с первого взгляда очень заманчивая страна, но нужно вот это вот чувство все-таки понять, есть оно или нет уже через какое-то время. Ну, то есть, ребят, сразу все не бросайте, да, сначала прощупайте почву, а потом уже, соответственно, да. Именно так, именно так. Как португальцы относятся к русским? Португальцы вообще русских любят, вот вообще они постоянно говорят, почему вы переезжаете из России сюда, Россия, это же такая классная страна. Я тоже так считаю, я обожаю Россию, я обожаю русских, но почему бы не попробовать в другой стране, почему бы не получить документы, да, если это можно сделать быстро и легко. И как бы это был основной мотив такой, суда переезда. А дальше, а дальше уже затянуло, так скажем. Вот, но португальцы, они любят, они очень доброжелательные. И самое, что интересное тоже, у португальцев португальский язык, им на русском языке достаточно легко разговаривать, если они начнут учиться, потому что у нас с португальцами очень схожие звуки, вот эти вот ше, ше, че. И когда мы на португальском тоже говорим, они говорят, блин, откуда у вас такое хорошее произношение, как вы этого добились. А нам на самом деле это легко, потому что у нас вот именно фонетика очень похожа. И вот это уже очень интересно. Ты уже без акцента, да, наверное, разговариваешь? Нет, я на португальском говорю не очень хорошо, я понимаю, но не очень хорошо говорю, потому что все-таки я с эмигрантами очень много работаю, и у меня, конечно, основной язык это английский. Но, тем не менее, да, все равно прилипает, язык прилипает, и тут даже без особых усилий, поэтому нормально. Ян, расскажи, с какой, допустим, традицией или какой-то частью менталитета ты до сих пор не можешь смирить в Португалии? Потому что я знаю, что в каждой стране люди какую-то диковинку, да, вытворяют. Да вытворяют, что только не вытворяют на самом деле. С чем не могу смириться? Я не могу смириться с пошлинами на доставку товаров. Для меня это трагедия. Я очень много заказываю из других стран, потому что здесь в Португалии очень мало материалов, которые мне подходят для работы. Я очень много заказываю из других стран, и здесь приходится платить за доставку. То есть, когда это приходит все в Португалию, на таможне, тебе просто огромные счета выписывают чуть ли не в такую же сумму. То есть, я там заказываю всякие пилочки для работы одноразовые и так далее, и я плачу там ровно столько же, сколько стоят эти пилочки. То есть для меня это дико, и я с этим смириться не могу, потому что если брать ту же самую Испанию, в Испанию пошлин нет, а вот в Португалию есть, и меня это бесит. Ну, как бы, что касаемо каких-то традиций, я не могу сказать, что там что-то, я вообще лояльно отношусь ко всем нациям, и поэтому у меня там нет такого, чтобы я прям бесилась, ну да, они немножко медленные, ну, как говорится, позвольте людям думать медленнее, чем вы думаете, вот и все, поэтому я как бы нормально, абсолютно лояльна. Поняла я. Тебе еще раз большое спасибо. Ребят, страничка Яны и ее канал на YouTube будут указаны по данным видео. Обязательно переходите, смотрите, очень информативно все рассказывает поэтапно про иммиграцию в Португалию. Тебе еще раз спасибо. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...